Раньше людям было без разницы, из чего пить. Веками в ход шли классические бокалы и рюмки. Сейчас же, чтобы удивить посетителя, напитки наливают даже в такую, казалось бы, непривычную для коктейлей посуду. На что только не идут современные бары, чтобы удивить посетителей. И нестандартная посуда здесь далеко не самая интересная. Гости пытаются завлечь необычными вкусами и сочетаниями, чего стоит только коктейль с добавлением огурца и пюре из облепихи. Мы делаем соки, выжимаем из имбиря, мы делаем сами сиропы, сами делаем какие-то выжимки, сами какие-то делаем ягодные истории. И вот на базе этого делаем какие-то интересные коктейли, в частности, облепиха, в частности, какие-то миксы смородины, земляники. К слову, этот коктейль в баре идет на ура. Но в погоне за тем, чтобы удивить гостя, не стоит забывать об основах барного ремесла. Как рассказывает Артем Бирюков, главное помочь человеку почувствовать вкус напитка. Каждый коктейль должен соответствовать высоким требованиям. Важна даже температура бокала. Он должен быть ледяным, тогда напиток получится вкуснее. Бармен должен обладать знаниями и методами приготовления, разнообразными не только коктейлей и алкоголя. Это и наполовину бариста, это наполовину сомелье. То есть ты же обязан рассказать гостю про бутылочку вина, которую он захотел заказать, и посоветовать к нему, например, какую-либо закуску. То есть наша работа, она очень-очень разнообразная. Считается, что бармену необходимо понимать людей. Порой за барной стойкой человек готов излить свою душу, а в ответ получить поддержку или совет. Опытный бармен даже по внешнему виду может определить, какой напиток подойдет тому или иному посетителю в зависимости от настроения. Бармен должен быть зеркалом для гостя. Понимаете, о чем я, да? Если гость придет с плохим настроением, я не буду ему рассказывать анекдоты и шутить, дабы его понять. В силу нашей профессии замечательной, если ты в ней разбираешься, ты в первую очередь должен быть, наверное, психологом. Настоящий же психолог Алла Шелгунова считает, что для решения внутренних проблем человеку мало просто выговориться. Чтобы действительно почувствовать внутреннюю гармонию, необходимо работать со специалистами. Конечно, бармен эту работу с ним вести не будет. Он его выслушает, может быть, на какое-то время облегчит ему состояние. А потом же у нас такая, опять-таки, традиция, все свои проблемы решать при помощи алкоголя. Поэтому тут, видите, и жилетка, и алкоголь, и все располагает. Но проблема не решается. Так или иначе, без этих людей невозможно представить ни один вечер в питейном заведении. Приятно, когда рядом есть человек, который и напоит, и успокоит, а еще и удивит чем-нибудь необычным. Главное, чтобы пребывание за барной стойкой с бокалом в руке не стало для вас повседневной необходимостью. В один голос говорят и психологи, и бармены. Марк Шкоды, Екатерина Кальниченко, Служба новостей Город.